Всемирная организация здравоохранения ежегодно проводит исследования касательно количества суицидов. Только за первый квартал 2020 года в Беларуси произошло около 400 самоубийств. Как не допустить трагедии и какие у нее предпосылки, подробнее в репортаже Вероники Гомзюковой. В 2019 году на территории Гомельской области от внешних причин умерло более тысячи человек. Каждый шестой из них в результате совершения самоубийства. Специалисты отмечают, что причины суицидов во многом зависят от возраста. А подростки, как правило, решаются на такой исход из-за проблем в семье, буллинга и безответной любви. Девочка-сирота, которая сама родом из небольшой деревни, училась, не буду называть, в одном из училищ Гомельской области. И вроде бы как бы все было хорошо. Она выкладывала в соцсети фотографии с молодым человеком. Писала про то, что она счастлива, про то, что любовь меняет жизнь, любовь окрыляет и так далее и тому подобное. И даже в тот же день, когда она покончила с собой, с утра она выложила фотографию про то, что жизнь прекрасна. А потом, видать, был звонок от молодого человека, который сказал ей, что они расстаются. Она выложила фотографию себя в туалете, написала, жизнь закончилась, любви нет, меня бросили, жизнь закончилась. И шагнула под поезд. В зрелом возрасте желание совершить суицид часто появляется из-за несоответствия своим ожиданиям от жизни. Например, когда человек без работы или когда он не может что-то делать. Мужчина после перенесенного инсульта потерял свою мужскую силу. И это тоже послужило для него поводом для совершения суицида. Поэтому несоответствие ожиданиям, несоответствие собственным требованиям – это тоже причина суицида. 2020 год он очень таким тяжелым годом оказался для людей. И количество депрессий, количество тревожных состояний у людей очень сильно возрастает. На фоне и пандемии в первую очередь, потому что, конечно, очень много людей после болезни, либо опасаясь болезни, находятся в очень тревожном состоянии. Специалисты разделяют суициды на три вида – демонстративные, внезапные и запланированные. До самоубийства человек подает сигналы, что ему нужна помощь. Случается, когда окружающие о желании покончить с собой узнают заранее, но меры по предотвращению трагедии не принимаются. На протяжении 2018-2019 годов после смерти сына жительница районного центра 1934 года рождения проживала одна, неоднократно высказывала жителям деревни намерение покончить жизнь самоубийством в связи с тем, что осталась одна. В указанный период времени неоднократно находилась на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, обслуживалась социальным работником территориального центра социального обслуживания населения. Однако суицидальный риск со стороны последней установлен не был. Соответственно, надлежащая квалифицированная помощь в преодолении депрессивного подавленного состояния своевременно оказана не была, что и привело к совершению женщины в сентябре 2019 года суицида. Психотерапевты называют несколько методов, как предотвратить суицид. Во-первых, это разговор с близкими людьми. Когда человек озвучивает проблемы, часто приходят решения. К тому же человек получает моральную поддержку от близких и понимает, что не все потеряно и выход есть. Важно, чтобы тревога и депрессия не развивалась. На Западе люди регулярно посещают для этих целей психотерапевтов. У нас же эта практика пока не распространена. Вообще во всем цивилизованном мире иметь своего психолога либо своего психотерапевта – это даже престижно. То есть там к человеку, у которого нет своего психолога либо психотерапевта, относятся как к не совсем адекватному, скажем так, не совсем нормальному, странному человеку. У нас, к сожалению, это все еще только начинает развиваться и очень сильно зависит от места жительства. То есть в Минске это уже тоже становится популярным. В Минске очень много и психологов, и психотерапевтов, которые работают как в государственных учреждениях, так и в частных центрах и вообще частным образом. И в Минске действительно уже все больше и больше людей обращаются. В областных центрах потихонечку тенденция все же есть к тому, чтобы люди больше обращались. Я даже вам приведу такую вот мини-статистику. Десять лет назад во всех учреждениях здравоохранения Гомельской области работало порядка 30 психологов. На данный момент их 200. Сегодня на территории Гомельской области работают две горячие линии. Номера телефона вы видите на экране. По ним всегда можно позвонить с просьбой об оказании психологической помощи. Вероника Гомзюкова, Сергей Лукашук, Сергей Комков. Специально для программы «Дефакто».